Слава Господу! Добрый день, дорогие братья и сестры! Наступило время молитвы за нужды, но сначала я хотела бы рассказать небольшое свидетельство о своей жизни. Присаживайтесь, пожалуйста. В 2012 году мне диагностировали очень сложные, неизлечимые заболевания иммунитета. Это когда иммунитет зашкаливает в организме, и в этом случае иммунитет, он уже не защищает организм, как должен, а наоборот сам же его и разрушает. И вот пока врачи мне еще устанавливали диагноз, пока они решали, что же со мной происходит, я сделала массу обследований, массу исследований и обошла очень большое количество разных врачей. Из всего вот этого количества я запомнила только одного врача. Это была женщина, которая проводила компьютерную диагностику. Я зашла в кабинет, подала направление, она его взяла и начала. Ну, что тут у нас? Ух ты, какой у вас диагноз ставят! Ну, что я вам могу сказать? Да ничего я вам не могу сказать. Болезнь новая, неизученная. Лечения у нас для вас нет. Никакого. Кстати, у вас скоро перестанут двигаться пальцы, потом потеряют подвижность руки, потом и ноги. Кстати, вы где работаете? Я говорю, я профессиональный музыкант. Ой, печально, печально. Ну, вы начинаете уже подыскивать новое место работы, и скоро вы не сможете работать. Как я сказала, ничем и вам помочь не можем. Лечения нет, лекарства нет. Болезнь будет все время продвигаться, развиваться. Ну, и все придет к своему естественному концу. Да вы не переживайте, девушка, мы все там будем. Вы знаете, все при этом было сказано так бодро, задорно и весело, что когда я вышла из кабинета, у меня было, знаете, такое двойственное ощущение. А мне сейчас что делать? Плакать или смеяться? Вот мне-то как быть в этой ситуации, потому что диагноз она подтвердила. И вот если говорить откровенно, то на первых порах, вы знаете, я и плакала, и смеялась. У меня были то периоды, знаете, крепкой веры, когда я вставала на Слово Божие и говорила, что Господь, Ты мой Целитель, никакая болезнь не имеет права быть в моем теле. То, знаете, были периоды такой глубокой депрессии, когда я сдавалась, когда мне было себя жалко, я думала, ну раз Бог допустил, ну вот пусть оно все так и будет. И вот этот период, я бы сказала, вот этих таких духовных раскачиваний, то туда, то сюда, то туда, то сюда, он был довольно-таки длительный. Но уже на первых порах я обратила внимание на такую деталь. Вот как только я уходила в депрессию, болезнь резко начинала развиваться. Я просто это ощущала. Как только я вставала на основание Слова Божьего, как резко все останавливалось. И болезнь не двигалась. И вы знаете, уже даже тем не менее, вот обратив внимание на это, я все равно еще вот какой-то период я вот раскачивалась. Пока однажды сама для себя не решила. Все, хватит, надо определиться, либо я здесь, либо я здесь. То есть принять решение и уже двигаться, соответственно, этому решению. И я все-таки решила встать на Слово Божие и сказать, Господь, я Тебе доверяю, ранами Твоими я истолена, никакая болезнь, она не имеет права быть в моем теле. И я почувствовала, что все остановилось. И вот уже в течение нескольких лет с моим организмом ничего не происходит. Болезнь вот стоит на месте. Но свидетельство мое немножко другое. Этим летом у нас на работе была аттестация сотрудников на соответствие с занимаемой должностью. И каждый музыкант должен был что-то сыграть перед высокой комиссией, какое-либо произведение и сыграть оркестровые партии, чтобы комиссия могла оценить профессиональный уровень музыкантов. Вы знаете, слава Богу, ни одного из десяти членов комиссии не возникло сомнения по поводу, двигаются ли мои руки и бегают ли мои пальцы по струнам. Ни одному из них не пришла мысль в голову, что мне пора увольняться и искать себе новое место работы. Наоборот, все они единодушно, с очень высоким мнением меня аттестовали. Слава Богу. То есть я надеюсь, что я еще в этом коллективе проработаю очень долго. И вы знаете, я бы хотела обратиться к тем людям, у которых сейчас очень сложная ситуация в жизни, как у меня когда-то. Я не знаю, в какой-то сфере, может быть, это здоровье, может быть, финансы, может быть, проблемы в семье, на работе, с детьми. Я не знаю, Бог знает. Он готов сделать для вас свое чудо. Он готов удивить вас своими делами. Но очень многое зависит лично от вас. Лично от вас многое зависит. Кому вы поверите. Людям, знающим, грамотным или Господу. На чье слово вы будете опираться? Профессиональных специалистов? Слава Богу за них, что они есть, да? Или все-таки вы за основу возьмете Слово Божие и скажете, Искупитель мой жив, мне все содействует ко благу. Решать вам. Бог ждал моего решения. Сейчас Он ждет решения от вас. И если вы все-таки изберете Слово Божие, я думаю, Бог вас не подведет. Не подведет. И у вас будет возможность выйти сюда и засвидетельствовать о том чуде, которое Бог совершил в вашей жизни. Давайте будем молиться. Господи, мы поднимаем при Тобой все эти нужды, все, которые есть в этом конверте. Господи, для Тебя нет маленьких нужд или серьезных нужд, маленьких проблем или больших проблем. Господи, мы все поднимаем при Тобой. Ты в любой ситуации готов ответить, готов явить свое чудо, Господь. Ты никогда не подводишь. У Тебя для каждого есть ответы. Господи, мы благодарим за то, что мы можем обращаться к Тебе. И мы просим Тебя за тех людей, у которых, может быть, ослабли руки, ослабли колено. Укрепи их в вере, Господь. Покажи, что Ты рядом, что Ты держишь все в своих руках. Ничего еще не упущено, ничего еще не случилось, Господь. Но все впереди, и Ты готов им помочь. Ты готов их поддержать в любой ситуации. Благослови каждого, Господь, каждого. Ответь на каждую нужду. Исцели всех, кто нуждается в исцелении, Господь. Приходи в те семьи, где нужно тоже исцеление в отношениях, Господь. Восстанавливай отношения между мужем и женой, между родителями и детьми, Господь. Приходи в финансовые ситуации. Пусть для людей приходит прорыв в этой сфере, Господь. Все, все, кто нуждается в каком-либо чуде, Господь, в ответе с небес, просто они уповают на Тебя. И мы верим Тебе, мы доверяем Тебе, Господь, что Ты никогда не подведешь, Господь. Никогда. Да будет Тебе вся честь, слава и хвала вовеки. Аминь. Аминь. Аминь.